29 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшем в Казани. Он представил презентацию о перспективах сотрудничества государств, членов Евразийского экономического союза в сфере космических услуг. Глава Госкорпорации предложил создать Евразийское космическое агентство для более эффективной координации действий стран, входящих ЕАЭС. Мы заинтересованы, потому что космос, он дает географию, колоссальный охват. И если этот охват только Российская Федерация, пусть даже самая большая в мире страна по своей территории, то есть оно недостаточно. То есть, как говорится, чем шире, тем лучше. Поэтому Евразийский для нас — это, безусловно, очень интересный рынок для реализации космических сервисов. Главы правительств государств, членов ЕАЭС выразили готовность активизации сотрудничества в космической сфере. Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов рассказал в интервью ТАСС, как строится стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара», дальнейших перспективах космодрома «Восточный» и пусковой компании 2021 года. В этом году планируется продолжить строительство девяти объектов в первой очереди космодрома, комплекса эксплуатации районов падения, автомобильные, железные дороги и другие объекты. Будет завершено строительство трех домов в микрорайоне «Звездный» города Циолковский, а также 28 сооружений инженерных сетей метрологического комплекса. В дальнейшем на «Восточном» начнут возводить инфраструктуру для пилотируемых полетов в дальний космос с помощью сверхтяжелого носителя. Уже завершен эскизный проект космического комплекса. Ведется подготовка системы агрегатов под первые запуски нового транспортного корабля «Орел». Первый его запуск без космонавтов на борту запланирован на декабрь 2023 года с космодрома «Восточный». Продолжается испытание космического аппарата «Арктика-М». «Росгидромет» уже приступил к разработке моделей метеопрогнозов на основе информации с аппарата «Арктика-М». На одном из снимков присланных спутников видно зарождение вихрей над северным полушарием. «Арктика-М» — это еще и уникальный инструмент для наблюдения за крупными пожарами. В течение нескольких часов каждые 15 минут можно получать изображения, с помощью которых контролируется интенсивность и направление распространения пожаров. В будущем, когда система «Арктика» пополнится еще аппаратами, информация будет поступать практически непрерывно. 20 лет назад с космодрома «Байконур» стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз Т-МА-32» с космонавтами Талгатом Мусабаевым, Юрием Батуриным, а также первым космическим туристом, американским миллионером Деннисом Титто на борту. Через два дня была выполнена стыковка корабля с Международной космической станцией. Деннис Титто провел на орбите 7 дней и облетел Землю 128 раз. Так началась история космического туризма на борту Международной космической станции. Пока только 7 человек смогли воспользоваться такой возможностью и увидеть нашу планету из космоса. Все они были доставлены на МКС российскими кораблями «Союз» по контрактам с компанией Space Adventures. Завершен полет транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», который установил рекорд пребывания в космосе для данного типа кораблей – год и 4 дня. После отстыковки от МКС «Прогресс» еще сутки находился на орбите. Специалисты успешно протестировали новую систему построения ориентации корабля при его затоплении. За время пребывания «Прогресс МС-14» на орбите с его помощью было выполнено 10 коррекций высоты орбиты Международной космической станции. Две из них – внеплановые для уклонения от космического мусора. Следующий запуск российского грузовика «Прогресс МС-17» к станции запланирован на середину лета. На космодроме «Восточный» готовится к запуску новой партии космических аппаратов спутниковой компании «Ванвеб». Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» запланирован в конце мая. На сегодняшний день группировка спутников «Ванвеб» на низкой околоземной орбите составляет 182 космических аппарата. Низкоорбитальные космические аппараты «Ванвеб» предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Госкорпорация «Роскосмос» и Национальное агентство космических наук Королевства Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. На 2 июня у космонавтов «Роскосмоса» запланирована внекорабельная деятельность. Олегу Новицкому и Петру Дуброву предстоит подготовить стыковочный отсек станции для многофункционального лабораторного модуля «Наука» и заменить сменную панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока. Начались летные испытания малогабаритного звездного датчика ASDK-1, созданного компанией «Азмерит», входящий в холдинг «Российские космические системы». Прибор включен в состав современного сверхкомпактного спутника дистанционного зондирования Земли «Орби Крафт Зоркий» производства российской частной космической компании «Спутникс». Он был выведен на орбиту в качестве попутной полезной нагрузки 22 марта этого года ракетой-носителем «Союз-2.1а». Институт медико-биологических проблем Российской академии наук завершил эксперимент «Эскиз» по отработке полета на Луну. В исследовании принимали участие четверо мужчин и две женщины, все сотрудники ИМБП. Они провели две недели в модуле площадью около 8 квадратных метров. Первая цель эксперимента — оценка уровня стресса экипажа во время острого периода адаптации к изоляции в гермообъекте. Вторая — изучение молекулярно-клеточных процессов иммунной системы в таких условиях. В Московском музее космонавтики прошла презентация благотворительной выставки «Все начинается с мечты» художницы Анастасии Просочкиной. Проект реализован совместно с благотворительным фондом «Юнити» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Почетными гостями презентации стали первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Максим Овчинников и исполнительный директор по перспективным программам и науке Александр Блашенко. Что произойдет, если звезда приблизится к черной дыре? На анимации детально показан этот процесс. Звезда набирает огромную орбитальную скорость, а затем ее внешняя атмосфера разрушается, рассеиваясь в космическом пространстве. Часть вещества продолжает вращаться вокруг черной дыры, формируя аккреционный диск. Во второй части ролика хорошо видны эффекты гравитационного линзирования и выброса джетов с полюсов черной дыры. Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева отмечает 105-летие. В этот день мне бы хотелось еще раз от всей души поздравить, во-первых, весь коллектив ветеранов, гостей наших с нашим праздником пожелать всем добра, здоровья, благополучия. За более чем вековую историю легендарное предприятие было и автомобильным заводом, серийно выпускавшим первые отечественные автомобили, и авиационным, создававшим пассажирские и военные самолеты. Сегодня главной разработки центра имени Хруничева — ракеты тяжелого класса «Протон-М», семейство ракет-носителей различной грузоподъемности «Ангара», разгонные блоки и другие космические системы. Наше будущее мы связываем с водородной тематикой. Это топливо позволяет нам получить наилучшие характеристики, а с учетом географического положения наших космодромов нам это крайне важно. Мы планируем оснастить «Ангару» третьей водородной ступенью, мы планируем создать кислородно-водородный разгонный блок. Уже используя существующие средства выведения, вот с этими водородными компонентами, мы в принципе можем, конечно, не за один пуск, но тем не менее можем начать освоение, в том числе Луны, с использованием существующих средств выведения. Полярная звезда лежит рядом с точкой Северного полюса. Эта звезда не самая яркая на небе, но ее легко найти, так как она находится на продолжении линии, соединяющей две крайние звезды ковша Большой Медведицы. Кроме того, полярная – это так называемая цифиида, или переменная звезда, которая пульсирует, изменяя свою яркость в течение нескольких суток. Триплет в Стрельце. Три яркие туманности и богатая звездами центральная часть Млечного пути. Преобладающий красный цвет эмиссионных туманностей обусловлен свечением водорода. Контрастирующие голубые оттенки, наиболее заметные в трехраздельной туманности, которая находится в верхней части снимка, возникают, когда пыль отражает звездный свет. Снимок Габриэля Родригеса Сантоса. 25 апреля почти полная Луна взошла прямо перед заходом Солнца. Ее знакомый диск, появившийся на ясном голубом небе и обрамленный цветущей вишней, был запечатлен в Эдинбурге, Шотландия. Апрельское полнолуние называют еще розовой луной. В этот раз оно произошло, когда наш спутник находился около Перигея, ближайшей к Земле точки на орбите, а майское полнолуние, которое будет еще ближе к нам, носит имя цветочной Луны. Снимок Элиса Росса. Каждый год на нашу планету падает космическая пыль, обломки комет и астероидов. Многие метеорные дожди имеют название и наблюдаются в одно и то же время. Большинство частиц межпланетного происхождения сгорают в атмосфере, и Земли выглядят как падающие звезды. Но некоторые, особо крупные фрагменты, все же достигают поверхности. Ученые определили, примерно 5200 тонн микрометеоритов ежегодно падают на поверхность нашей планеты. Микрометеориты — главный источник внеземной материи на Земле. Они значительно обгоняют по скорости накопления более крупные космические объекты, такие как обычные метеориты, для которых годовой поток не превышает 10 тонн. 80% большинства микрометеоритов, достигающих Земли, кометного происхождения. Остальная пыль — продукт фрагментации астероидов. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tvroskosmos.ru и до встречи в космической среде. Субтитры создавал DimaTorzok